Добрый день дорогие друзья, с вами в Аппарат Нейтон ТВ, злой киргиз Александр Ронкин. Сегодня мы продолжаем смотреть и слушать очередную серию многосерийного марлезонского балета под названием «Журналист идет в политику». Русский журналист идет в политику. На просторах нашего информпространства разыгрывается очередная битва между лидером партии Шраелим Давидом Коном и его бывшими работодателями, руководством 9 канала. Это то, что по крайней мере я слышал. Давид, что там такое происходит у вас? Добрый день. Происходит то, что вы называете в этой серии марлезонского балета. Это самому себе уже не очень приятный поступок вопроса, потому что марлезонский балет уже закончен. Я не являюсь лидером партии Шраелим, я являлся лидером фишка партии Шраелим, потому что членом партии Шраелим я так и не стал. Но это формальности, и дело не в этом. А суть моего конфликта с 9 каналом на сегодняшний день заключается вовсе не в тех обещаниях, которые мне давал перед выбором господин Блехман. И в суть я иду не из-за этих обещаний, потому что привлечь за невыполнение обещаний в нашей стране практически невозможно. И если мы будем привлекать всех, кто не выполняет свои обещания, вы понимаете, что произойдет у нас с нашим судопроизводством. Политиков не останется, а все в тюрьме окажутся. Я этого не говорил, это вы сказали. Это я сказал, да? Суть моих притерий заключается в следующем. Я еще раз возвращаюсь к тому, что, говоря об обещаниях господина Блехмана, это остается на его совести все обещания, все, что он обещал, все, что он не выполнил. Он знает, что он мне обещал, он знает, когда он мне обещал, он знает, какими словами он мне это обещал. Он все это знает, я не понимаю, что он все это помнит, и это все остается на его совести. А что касается сути конфликта, то она заключается в следующем. 6 декабря я ушел в отпуск за свой счет. Это законом разрешено, не просто разрешено, а в законе о выборах написано, что каждый гражданин Израиля имеет право получить отпуск за свой счет, если он является членом какого-либо предвыборного списка. Там не указано, профессия, какая профессия можно, какая профессия нельзя, там написано любой гражданин Израиля. С пользой своим этим правом я ушел в отпуск 6 декабря и возглавил список и средний. По договоренности я должен вернуться к работе 27 января. 27 января я пришел в работу, но он меня к работе не допустил, то есть он меня фактически 27 января уволил. Уволил без объяснения причин, уволил без того, чтобы дать мне месяц, как положено по израильскому закону. То есть любой генеральный директор любого предприятия может уволить своего сотрудника, но при этом он должен ему объяснить, за что его увольняют, и должен соблюсти при увольнении все необходимые нормы, которые приняты в израильском законодательстве. Давид, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ну, тяжело с финансами на 9 канале. Что поделать? Что-что? Тяжело с финансами на 9 канале. Что поделать? Давид, поправь меня... Поправь меня... Давид, поправь меня, если я ошибаюсь. Насколько известно мне, ты не был штатным работником 9 канала. Ты был так называемым независимым подрядчиком или кабланом. То есть ты получал не зарплату, а получал деньги на хижбонит. Не совсем так. Мой адвокат это доказал, я адвокат 9 канала с этим согласился, что у нас были так называемые отношения ОВЭТ-МАОВИТ, и моя отношения действительно подавал хижбонит. Дело в том, что когда хижбонит подается в течение длительного времени, когда расписание работы устанавливает не работник, а предприятие, и когда сумма хижбонита остается на одна и та же, и она подается именно на работу этого сотрудника на этом предприятии, то устанавливается отношение ОВЭТ-МАОВИТ. Понятно, понятно. Когда эти отношения были, это признано адвокатом канала, он с этим был вынужден согласиться сказать, что да, действительно, какие отношения есть. А чем каналы-то? По полной сетке сотрудников канала, такой же сотрудник, как и все остальные, и я прошел, если каналу я не нужен, если господин Крехман решил, что я не нужен каналу, это его право так решить. Но он должен это, во-первых, объяснить, во-вторых, оплатить мне ту компенсацию, которую мне положено по закону. А чем мотивировало руководство канала отказ вернуть тебя на прежнее место? Чем мотивировал отказ? Ну, отказ практически ничем не мотивировал. Он сказал, что не хотелось бы ему, чтобы каким-то образом канал ассоциировался с партией «Стрейлим». Но я попросил, естественно, дать объяснение, каким образом все это будет ассоциироваться. Я уже не член партии «Стрейлим», я уже не являюсь представителем партии «Стрейлим». Но никаких объяснений я не получил. Вот это, собственно, одна из моих претензий, что увольнение произошло не по профессиональным, а по политическим соображениям. Это тоже, в общем, запрещено. И хотя мой адвокат рекомендовал мне потребовать у суда, попросить суд вернуть меня на работу на канал, я от этого отказался, потому что я не хочу насильно возвращаться на канал. Что называется, насильно в нем не будешь. Если Саня Блехман считает, что я не нужен 9-му каналу, ну, значит, так там и будет. Но единственное, что я хочу, я хочу получить все то, что мне полагается. Я не вижу материально. Я понял, Давид. Но это это морально. Скажи, пожалуйста, ну, я прошу прощения за то, что я назвал это морализованским балетом. Ну, не было никакого умысла в этом выражении. Это просто такая расхожая фраза после знаменитого фильма. Скажи, пожалуйста, вот следующая серия, да, вот мы видели серию «Журналист меняет профессию». А следующая серия как будет выглядеть? Журналист возвращается в профессию? А в чем дело? Я не очень понимаю, почему именно журналист выделяется из всей той комфорции, которая у нас была. У нас в партии, у нас участвовало в выборах 34, по-моему, партии. Из них 14 прошли в Кнессе. То есть 20 лидеров партии вернулись к своим прежним занятиям. Почему-то они люди других профессий это могут сделать, а журналисты почему-то выделяются в отдельные профессии. Я не очень понимаю, почему. Потому что, скажем, представь себе такая ситуация. Адвокат возвращается, прошла партия какая-то «Н», и адвокат возвращается в свою профессию. И в какое-то время его должны назначить судьей. И что? Мы ему скажем, нет, ты не можешь быть судьей, потому что ты два месяца был в политике. Ты не можешь судить членов других партий. Мы же такого говорить не будем. В чем профессия журналиста выделяется в отдельное производство. Это такая же профессия, как все остальные. Человек может быть честным, может быть нечестным. Это все зависит от честности человека, от его профессионализма. У меня и до этого были политические убеждения. Они же остались. Я не шел ни вправо, ни влево. Я шел защищать интересные русской личной общины. То есть делать именно то, чем я занимался на экране телевизора долгие годы и собирался заниматься и дальше, именно тем же сторонам. Здесь я веду себя нечестно, как журналист. Мне это указывает, независимо от того, что я в журналисту пошел, я в политику или не шел. Здесь я веду себя честно, как журналист. Это тоже не зависит от того, куда я шел и когда я шел. Я не считаю, что журналисты должны выделяться в отдельное производство. Здесь масса других профессий, представители которых идут в политику. И возвращаются. Посчитай, какое количество народу у нас сегодня вернулось из политики в свои профессии. 20 лидеров партии. В каждой части не прошедших месяц партии были списки по 10 человек. Кроме того, были списки. Ну есть, эта цифра опубликована. Более 50 человек. Более 50 человек потеряли депутатские мандаты. Ну, совершенно верно. И что теперь? Мне теперь нужно только повеситься, потому что у них на них есть клеймо, они были в политике. Я не считаю, что двухмесячное пребывание в политике перечеркнуло всю мою 32-летнюю карьеру журналиста. Конечно, нет. Я так не считаю, это мое личное мнение. У тебя, может быть, другое мнение. У третьего человека, может быть, третье мнение. У господина Блехна, может быть, другое мнение. Но он высказывал то мнение, что, конечно, можно вернуться. А почему? Что за ерунда? Теперь высказывать мнение, что вернуться нельзя. Это его право. Но он должен соблюсти при моем увольнении все необходимые законы и процедуры. Понятно. Давид, большое тебе спасибо за это откровенное и честное интервью. Успеха тебе в дальнейшей карьере. Ну, ты помнишь, наше предложение остается в силе. Ты всегда будешь желанным гостем у нас. Спасибо большое. Спасибо, Саша. Спасибо. Счастливо. После того, как мы закончили интервью с Давидом Коном, я позвонил генеральному директору 9-го канала Леониду Блехману и попросил его высказать свое мнение по предмету обсуждения. Леонид любезно отвечал на мои вопросы. И во всем, что касается этого конфликта, в котором он, кстати, и не видит большого конфликта, он попросил нас воспользоваться теми материалами, которые были опубликованы, официально опубликованы пресс-службой 9-го канала в интернете. Вот эти материалы мы вам сегодня и представляем. Обратите внимание, прямо под нашим видео есть ссылочка, окрашенная в синий цвет. И если вы нажмете на эту ссылочку, вы увидите опубликованные в интернете ответы руководства 9-го канала на претензии Давида Кона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова